Просчитав множество бизнес-планов, правительство пришло к единому мнению – нужно строить свои нефтяные заводы. Сегодня замминистра минеральных богатств энергетики Ариун Сан и президент Национальной корпорации по делам нефти Китая Жан Жеминь подписали соглашение о развитии сотрудничества в нефтяной отрасли. Согласно документу, в Дарно-Таймаке планируется построить завод мощностью 120 тысяч тонн. Разумеется, вначале нужно будет провести все технико-экономические обоснования для проведения этих расчетов. В ближайшее время будет выбрана компания-исполнитель. Как показывает мировая практика, на такие работы требуется около 50 миллионов долларов. Также в рамках подписанного соглашения стороны договорились и о поставках продукта. Вчера мы обговорили такой вопрос. Закупать 10 тысяч тонн топлива не только в случае оперативной надобности, но и ежемесячно. Хотелось бы получать продукцию из ближайших мест. Китай с этим согласился. Вскоре будут проведены необходимые исследования, и из точек, расположенных поблизости к границе, нам начнут поставлять топливо. После подписания соглашения состоялась встреча рабочих групп двух стран. Специалисты обсудили вопросы реализации работы указанных соглашений. Напомним, если Монголия начнет использовать склад топлива в 16 тысяч кубометров, который строится в замынут, то постоянно будут поддерживаться условия запасов топлива на 30-40 дней. Таким образом, до завершения строительства заводов можно будет не бояться бензинового дефицита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!